Я хотел бы сегодня поговорить с вами на тему, как выйти из обиды. И первая мысль, которая у меня, которую я хочу озвучить, я хочу, чтобы вы внимательно над ней подумали. Не говорить о прощении, это все равно, что не говорить о еде. Подумайте, не говорить на тему прощения, это все равно, что не говорить о пище. Потому что мы люди кушаем так часто и так постоянно, с этим соприкасаемся, а то, с чем мы прикасаемся, оно касается нас. А мы больше всего прикасаемся, соприкасаемся, общаемся с людьми. А когда люди касаются нас, то это, вы знаете, Иисус Христос, Он не зря сказал, молитесь о том, чтобы не впасть вам в искушение. И одно из самых больших искушений – это отношение с людьми. Именно люди показывают нам, что мы не такие духовные, как мы думали. Когда нас обижают, поступают несправедливо, причиняют нам боль, то мы видим себя со стороны, что мы не такие зрелые, как нам казалось. И это все связано с отношениями. Отношения, прощение – это постоянный вызов. Сколько бы верующие люди, я понял для себя, не слышали на тему прощения. Это как не говорить о еде. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Вы знаете, друзья, Матфея, простите, Марк 11 глава, 24 стиха по 26 стих, написано одно очень важное – принцип жизни христианина. Написано, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И, когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого-либо, дабы и Отец ваш Небесный простил вас». Заметьте, очень интересно. Написано, когда молитесь – верьте. Молитесь и верьте. Это здесь все понятно. Дальше мы как бы разделяем и относим это совершенно к другому как бы принципу. И читаем как бы отдельно из контекста, вырывая вот эту фразу, когда стоите на молитве – прощайте. Но я хочу подчеркнуть, верните назад, пожалуйста, русский слайд. Хочу подчеркнуть, что в этих двух стихах существует очень важная связь. Это все один и тот же контекст. Это не может быть неразрывно. Написано, когда стоите в молитве – просите, верьте, получите. И дальше почти во всех переводах стоит большая буква «и». Кстати, я даже не знаю, почему у нас больше буквы написано. Если вы посмотрите английский перевод, там написано слово «энд», то, что означает тоже «и». То есть, значит, первый стих, который я прочитал – молитесь, просите, верьте. И дальше следующий стих в молитве «прощайте» – это все одна и та же мысль. Еще написано «молитесь, просите, верьте, но» в английском переводе, в других переводах. Главный вывод очень простой. Что просьба и прощение всегда идут неразрывно. Это духовный закон и духовный принцип. Именно Бог реагирует на нашу просьбу обязательно в этой связи. Просите у Бога и прощайте. Один и тот же контекст, один и тот же закон и принцип. От этого, от нашего прощения людям, которые нас обижают, от зависимости от наших отношений здесь на земле, зависит наша связь с небом. Настолько оно связано, что каждый раз, а мы как люди, очень часто у Бога просим, всегда просим, постоянно просим. Как мы кушаем, так мы и у Бога просим. Регулярно и стабильно. Вот точно так же нам, верующим и неверующим, если мы что-то хотим от Бога получить, подчеркиваю, от Бога мы обязаны прощать. Если мы хотим что-то от Бога получать, молитесь, просите, верьте и продолжение мысли прощайте ваших обидчиков. Итак, первый духовный принцип – это то, что просьба и прощение идут в одной связке. Дальше поговорим с вами, как выйти из конфликта или обиды. Читаю Матфея 18 глава, с 15 по 16 стих. Там написано следующее. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Итак, ситуация очень земная, конфликтная. «Если согрешит против тебя брат или сестра». Во-первых, здесь идет контекст, особенно это среди верующих людей, потому что это тот, кто брат или сестра. В мирском мире там действуют немножко другие принципы, законы. Среди верующих людей, которые называются братьями и сестрами, вот какой принцип выхода из конфликта. И здесь написано, если согрешит, на простом языке, если тебя обидели, если тебя обидит брат или сестра, вот как можно решать конфликт, вот какой выход. Решения конфликта могут быть разные. Часто мы мучаемся сами в себе. Говорить, не говорить, что делать, звонить, текстовать, молчать, молиться, обижаться, мстить. Вот здесь библейский принцип выхода из конфликта для верующих людей, выход из обиды. Итак, первый шаг – это пойди и скажи. Пойди и скажи. Подчеркиваю, это библейская модель. У людей могут быть разные модели, разные методы. Уверен, что вы разные пробовали. Но мы только что прочитали авторитет Слова Божия, говорит, что если приходит обида, согрешили против тебя, пойди и скажи ему лично. Так написано. Пойди и обличи его между тобою и им. В английской Библии написано индивидуально, лично с ним. Хочу, друзья, чтобы мы обратили с вами внимание на то, чтобы пойти и сказать другому человеку, важно вначале успокоиться. Иначе то, что ты пойдешь и скажешь, не в мире. Это еще больше разожжет эту ссору. Это может еще хуже сделать. Вначале успокойся. Вначале остынь. Вначале приди в состояние мира, попроси у Бога силы и только потом иди и действуй. Потому что когда мы горим, то могут другие возле нас загореться. Важно сначала потушить. И так дальше написано. Пойди и скажи. У меня к вам вопрос. Загадка. Когда люди больше всего разговаривают сами с собой? Сами с собой. Когда они больше всего разговаривают. Как вам кажется? Ну, кто-то скажет. Тракист скажет. Когда я сам за рулем. Мама скажет. Когда я сама одна. Или там одинокая женщина. Когда я в одиночестве. Но я вам приведу другой пример. Когда человек обижен. Когда его достали. Вот в тот момент человек более всего разговаривает сам с собой. Вы не замечали? Ну, как это он мог сделать с собой? Ну, как? Да я ему 10 лет одно добро делал. Моешь посуду. И у тебя мысли. Тебя мучат. Не оставляют. Ну, как? Подожди. Так я же ему это сказала. А как она мне ответила? Так я же ему это объясняла. Проверяешь текст месседжи. Так мы же вроде бы все договорились. Потом снова думаешь. Потом снова разговариваешь. Потом со стороны смотришь. У тебя уже губы шевелятся. Потом ты вроде за рулем едешь. По тракам лежишь. И ты разговариваешь с собой. И ты себя аргументы, факты. Все. И как он мог. И как она это сделала. И как несправедливо. Да за что? Такой идет монолог серьезный. Что если вас кто-то нечаянно перебьет. Вы даже можете сорваться. Сказать не перебивай. Так о чем ты занимаешься? Сам с собой разговаривай. И вот здесь в Писании написано. Не разговаривай сам с собой. А пойди и скажи ему. Ты себе уже столько наговорил. Что глаз не поднимаешь. Ты уже себе столько объяснил. Какой он зверь. Как он несправедливо поступил с тобой. Что ты сам уже потух. Уже хватит себе рассказывать. Уже пойди ему скажи. Спокойно. В мире. По модели выхода библейской. Пойди и ему скажи. Так написано в Писании. Это первый шаг. Не накручивай сам себя. Не накручивай сам себя. Дальше. Еще из этого принципа мы видим. Почему нужно ему сказать. Потому что этим ты демонстрируешь. Что ты других не настраивай против него. Основа. Пойди ему скажи. Не другим иди говори о нем. Какой он плохой. Она плохая. Как плохо с тобой поступили. Пойди ему скажи. И во-первых лично. Первый шаг лично. Дальше. Этим самым ты демонстрируешь. Что ты выбираешь. Что ты не хочешь носить эту горечь. Она очень тяжелая. От нее тяжело спать. Тяжело радоваться. Это нужно постоянно обманывать. Притворяться. How are you? I'm fine. I'm fine. Какое fine? Какое fine? You should get a fine for this behavior. Ты должен штраф получить за то, что ты так себя обманываешь. И мы как бы от этого страдаем. Вот почему написано. Иди ему скажи. И я этим провозглашаю. Я выбираю. Не буду этим надуваться. Не буду это носить в себе. Этим так же поступком. Когда ты идешь к нему. И просто ему говоришь. Дорогой муж. Брат. Сестра. Сосед. Босс. Просто хочу, чтобы вы знали. Вы причинили мне боль. Я человек верующий. Я действую по божественным принципам. Я не хочу, чтобы меня это разъедало. Я не хочу, чтобы меня это убивало внутри. Возможно, так с вами раньше не разговаривали. Я просто выбрал придерживаться вот этой библейской модели. И просто хотел вам сказать, что вы причинили мне боль. Вашими разговорами. Как бы поступками. Вот это наша модель, которая предлагается в Библии. Этим вы так же демонстрируете, что вы не хотите лицемерить. Я выбираю не лицемерить. Я не хочу улыбаться. А за спиной разговаривать все плохо о тебе, о том человеке. Я выбираю не лицемерить. Вот почему написано в Библии. Пойди и скажи ему. Вот в этом одном шаге, вот в этом первом пункте. Пойди и скажи ему, сколько сразу принципов, которые можно нарушить. Начинаешь лицемерить. Начинаешь сам с тобой разговаривать. Это некрасиво. Начинаешь обманывать. Начинаешь в себе это носить. И так далее. И так написано в Писании. Римлянам 12, 18. Если возможно с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми. Этот призыв нам не дает права молчать. То есть ты не можешь сказать. Да, оно как-то само собой. Само как-то пройдет. Само как-то оно как-то там разрулится. Само как-то оно забудется. Да, оно может быть как-то само. Там где-то. Это возьмет очень долго. Но ты засохнешь сам. Духовно. Как человек. Это нас душит. Обида она разрушает. Это яд. Обида это яд. Сто процентов. Для христианина непрощение это самоубийство. Звучит очень жестоко, но очень отрезвляюще. И дальше написано. Иди, если возможно, с твоей стороны. И сделай все, что возможно с твоей стороны. В английских переводах написано. Do all that you can. Все, что ты можешь с твоей стороны, чтобы быть в мире. Ладно о том, что он отреагирует. Если он не простит. Если его это никак не коснется. Ты со своей стороны сделай это. Потому что прощение нужно тебе самому. Ты решаешь, если его, он достоин ли он прощения. Но я хочу тебе сказать откровение, что это для тебя нужно. В первую очередь для того, который обижен. Иначе ты будешь всю жизнь страдать. Второй этап. Написано, если не поможет, иди, бери свидетеля. Третий этап. Иди, дальше говори в церковь. Три шага. Сначала иди лично скажи. Потом свидетеля возьми. А потом говори церкви. Но чаще люди делают все наоборот. Начинают с третьего шага. Приходят к пастору и начинают говорить. Вот это, вот это. Сразу втягивают других людей в конфликт, в проблему. Ну, пытаются переложить ответственность. Вот ваши виноваты. Вот идите с ними, разбирайтесь. Первый вопрос. Вернемся к Писанию. Если мы христиане, давайте будем действовать по библейской модели. Ты ему сказал? Нет. Значит, тогда иди ему говори. Вначале. А это же ответственность. Это же нужно себя привести сначала в порядок. Потому что если ты пойдешь к нему так говорить, то еще можешь и получить за то, что сказал. Правильно? Тут же надо думать. Здесь уже надо как-то себя привести в хорошее состояние духа. А мы начинаем с третьего этапа. Сразу начинаем вот оттуда заходить. Нет, первый шаг сначала сам. Вот это и сопутствует твоему духовному росту и зрелости. Вот это и есть откровение, что мы не такие духовные, как нам кажется. И вот это помогает нам духовно где-то расти. Дальше. Второй шаг. Если ты не смог простить, попроси помощи со стороны. Тоже важный шаг. Это вы знаете, все равно, друзья, что... Вот если спросить у вас, у нас сегодня, кто умеет прощать? Ну, всем хочется так сказать, самому себе улыбнуться. Ну, с моим стажем я умею. Я умею прощать. Но вы знаете, друзья, это... Бывают такие ситуации, когда человек умеет плавать. Правильно? Здесь большинство из вас умеет плавать. Но почему иногда люди тонут? И интересно то, что утонул тот, который умел плавать. Интересная логика. Умел плавать и утонул. Потому что бывают моменты в жизни, когда даже твои умения, знания и способности тебе нужен кто-то на стороне, чтобы человек оказался вовремя, который протянет руку или скажет слово правильное, и тебя выдернет и спасет. Хоть ты и умел плавать. Но иногда, если ты попал в шторм, волны большие, не хватит твоих силенок. Это физический пример, который очень реально работает и в духовной жизни. Вот почему, когда ты чувствуешь, что у тебя горечь, обида, она тебя отравила, давит, тебя мучит. Иногда тебе нужно прийти к кому-то и признаться. И сказать, что мне нужна помощь, мне нужно слово, мне нужна поддержка, мне нужно наставление. Я умею плавать, знаю меры безопасности, но я чувствую, иду ко дну, иду под воду. Помогите. Вот что нужно делать даже верующим людям. И здесь вот написано, если ты сам пошел и не смог решить конфликта, бери со стороны, бери еще человека, бери свидетеля, бери одного-двух, бери человека зрелого, духовно, иди с ним, пробуй, зови кого-то на помощь, не оставайся сам на сам, намного легче сатане тебя уничтожить, когда ты сам с собой разговариваешь и сам с собой мучаешься, во тьме сидишь закрытый и от этого сам тонешь и страдаешь. И это нам, друзья, этим принципом мы также даем дозу противоядия нашей гордости, когда мы признаемся в том, что не смог простить, поверьте, это же просто удар прямо в лицо гордости, удар, не смог простить. Так нам же это тоже трудно сделать. Во-первых, первый конфликт, ну, обидели, это уже проблема, а второй не смог простить, это еще одна проблема. Но когда мы идем вот таким путем библейским, то мы же сразу включаем принципы духовные. Я признаюсь, что я не смог это одолеть, не смог сломать где-то свою гордость, не смог признать. А это уже, друзья, глубина. И здесь, друзья, мы также понимаем, что иногда в духовном мире нам нужна помощь Господа, чтобы решать какие-то вопросы здесь, даже на земле. Написано, я все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Не потому, что я все знаю, не потому, что я такой умный, опытный, но потому, что я имею укрепление. Я все могу. Что имеется в виду? Все могу. Ты не можешь поднять машину одной рукой. Ты не можешь прыгнуть с крыши и не упасть. Я имеется в виду, все могу. Я могу победить любой грех. Нет такого испытания в мире, чтобы человек не смог одолеть. Иначе Бог был бы несправедлив, требуя то, что человек не может выполнить. Но я все могу в укрепляющем меня Господе. Вот здесь вот и нужно признаться и прийти к Богу и сказать, Господь, не могу простить, не могу отпустить. Прошу прощения за гордость. Прошу прощения за то и за то. Прошу, Господь, помоги мне. Я выбираю прощать. Ты еще не простил, но я выбираю. Я стою на эту дорогу. Я буду бороться. Я выбираю идти именно этим путем. И третий принцип – это молись за обижающих. Три практических шага, как выйти из обиды или из конфликта. Это молись за тех людей, которые тебя обидели. На практике… Звучит очень духовно, очень правильно. На практике это очень тяжело. Я сам был в той ситуации. Я уже исповедовался, вам рассказывал, когда я молился и вроде бы все-все-все благодарил, там все слова правильные, духовные, сто раз аллилуйя. Но когда потом пришло время сказать имя этого человека, и нужно было помолиться, что я этого человека благословляю, ох, как у меня в горле пересыхало, язык прилипал. Нужно было начинать молиться сначала. Такое простое, не мог имя произнести. Но это духовные принципы. Матфея 6 глава, то есть, простите, Луки 6 глава, 28 стих. Написано, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Молитесь за обижающих. Pray for those who hurt you. Вы представляете, сколько у вас теперь нужд появилось? Молиться за всех, кто обижает. Благословлять их и молиться за них. Но это очень работает в духовном мире. Это вот разрушает основания, обиды, гордости, конфликта. Это приносит нам мир, сверхъестественный от Бога. Вот почему нам важно молиться за тех, кто нас обижает и поступает с нами несправедливо. Для Бога настолько важен вот этот принцип прощения. Это вот очень практический метод. Очень практический. Не на словах, а на деле. Что написано в Писании Матфея 5, 28, что когда мы пришли к Богу, пришли в церковь, пришли вот, будем петь, поднимать руки, кто-то будет финансы жертвовать. Для Бога как будто бы это все не надо, если ты вначале не имеешь отношений нормальных. Написано в Матфея 5, 24. Оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде, прежде, вначале, самое первое, пойди прежде, примирись с братом, женой, сестрой, с соседом, с боссом, с рабочим. Сначала примирись, а потом будешь жертвовать Богу. А потом будешь петь. А потом будешь приносить какой-то дар. Вот что для Бога важно. Потому что для Бога прощение стоит на таком уровне высоком. Матфея 6, 15 написано, если не будете прощать людям, то и Бог ваш не простит вас. А это то, что я называю духовным самоубийством. Если ты перестал прощать, не смог простить, то все, ты банкрот. Уже стучи в небо, кричи, говори, постись, молись. Бог тебя не прощает. А если ты не прощен, ты обречен. А мы нуждаемся в прощении постоянно. Если не прощен, обречен. Какой тогда смысл идти, искать Бога, если ты не... Бог написано, не прощает тебя, если ты не прощаешь людей. Поэтому для зрелого христианина, друзья, виноват не только тот, кто нас обидел, а тот, кто не простил, тоже виноват. Это уже для зрелых людей. Кто не смог простить и отпустить, покрыть, тоже виноват. Вот почему для нас сегодня так важно, друзья, иметь прощение в нашем сердце. Нам важно, друзья, разделять поступки людей от личностей. Смотрите, пример Давида. У нас это очень тяжело на практике. Когда нас люди поступают с нами очень плохо, то их поступки нас настолько давят или ставят эту стену, пелену, что мы уже личность не видим. Для нас это не личность. Это вообще кажется... Но смотрите, Давид, есть такой царь в Библии, занимает очень большую историю, сыграл большую роль в истории христианства. Что он сделал? Какие его поступки, грехи? Сблудил, согрешил очень тяжелым грехом, подстроил убийство, очень тяжелый грех. Представьте себя в этой роли, представьте себя, что на этом месте ваш муж или ваша жена. И сразу слюна как бы уже не глотается. Правда? Это тяжело, такое покрытие простить. И вот Давид, вот его личность Давид, муж по сердцу Бога, а вот его поступки, грехи, которые он сделал. И потом, смотрите, после того, когда Давид умер, дальше, конечно, Давид очень раскаивается глубоко, очень важно подчеркнуть, Давид умел каяться, умел каяться. И дальше, смотрите, все цари, которые в истории Библии идут после Давида, все равняются на Давида. Если вы читаете Старый Завет, там написано, такой-то, такой-то царь, и не ходил он путями Давида. Стоп. Дальше читаем историю с Библией. Такой-то, такой-то царь, и ходил он путями Давида. То есть поступал, жил как Давид. То есть на него равняется этот эталон, пример. Подожди, ходил путями Давида, какие же Давида были пути? Так что, что это за примеры? Какие же у Давида были поступки? Почему все равняются на Давида? А здесь, друзья, вот показывается сердце Бога. Сюрприз приятный. Как Бог разделяет личность от поступков. Поступки плохие, греховные, Бог не оправдывает. Мы знаем в жизни Давида, Бог наказывал. Но личность Бог всегда любит, всегда дает шанс, всегда покрывает. Потому что Бог за таких личностей умирал, страдал, жизнью заплатил, возлюбил. И когда человек кается, то сердце Бога никогда не будет молчать и не будет безразличным. Поэтому, если вы вспомнили в вашей жизни вот его и ее, теперь попробуйте их разделить. Личность и ее поступки. Потому что личность, когда делает зло и грех, она несчастная. Она нуждается в спасителе, нуждается в Боге, нуждается просто в милости. Несчастный человек. Вот почему нам нужно за него молиться, благословлять. Мы за него не умирали. А Бог за эту личность умирал, заплатил. Вот почему нам важно прощать. И важно понимать, что Бог нам тоже много просил. Ой-ой-ой, много. Сто процентов, друзья, много, да, мне. И тебе Бог так много простил, что мы уже забыли, не вмещается в память, сколько нам Бог простил. Сколько нам Бог шансов давал. Поэтому мы обязаны давать этот шанс другим и прощать других людей. Это для нас важный принцип. И теперь, друзья, перед нашим служением причастия, если у кого-то возникает вопрос, ну если бы он покаялся или она, я бы простил. Последний пример это Иисуса Христа, его молитва на кресте. Помните, да? Не так много молитв Иисуса Христа, написанных вообще в Евангелии, а вот одна из них. Господи, прости им. Они не просили прощения. Это для нас пример, как мы должны отпускать, покрывать и прощать людей. И так написано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест их от хлеба сего и пьет из чаши сей. И если же будет это делать недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Тело Христово это мы, преобразно это мы, люди, все разные люди, все члены одного тела Христова. И между нами мы призваны иметь мирные отношения. Поэтому да поможет каждому из нас Бог, еще раз три пункта на экране, отпускать, благословлять и прощать. И так библейский выход из конфликта первое пойди скажи, второе если надо попроси помощь со стороны и третье молись начинай за тех которые причиняют боль. Будьте благословенны. Аминь.